Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. Ажиотаж не оправдан. Губернатор Дмитрий Азаров изучил обстановку в самарских магазинах. Операция дезинфекция. Глава Самары Елена Лапушкина проверила, какие меры применяются в городе по противостоянию вирусу. Еще 6 миллиардов рублей на зарплаты бюджетников, бесплатное образование и переселение из аварийного жилья. Депутаты городской думы распределяют новые поступления в городскую казну. Учебная тревога. Сегодня утром в регионе проверяли работу системы оповещения населения. Миллион цветов украсит улицы Самары в этом году. Бегонии, Петуньи, Тагетисы и Герань начнут высаживать на городских клумбах после 20 апреля. Дефицита нет, ажиотаж не оправдан. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил наличие продуктов в магазинах. С начала недели самарцы активно начали скупать крупы, консервы и товары первой необходимости. Если реальный повод для беспокойства узнала Лариса Шалафаст. Сокороны, сахар, мука. Есть все в наличии? Да, пожалуйста. Действительно ли в продуктовых магазинах региона дефицит? Губернатор Дмитрий Азаров проверяет, хватит ли продуктов. Директор магазина рассказывает, поставки идут без сбоев. Бытовой химии, консервов и круп достаточно. Поставка была сегодня, была с утра, да и гречка была с утра, она закончилась. Мы еще раз сегодня приедем. Ну вот сколько был перерыв, когда вот эти полки были пустые? Ну, часа два, часа два, часа два. Ну то есть вы оперативно восполняете. Продавцы рассказывают, активность посетителей с начала недели резко возросла. Люди стали покупать в разы больше товаров. Магазины на возросший спрос реагируют оперативно. Поставки увеличивают. Продукты есть в достаточном количестве. Просто нам сейчас приходится, например, не два поставки получать в день продуктов. Сегодня, например, сейчас вечером пришла четвертая поставка. Никакого повода для паники нет. На складах есть все необходимые товары. Пугается. Боятся, наверное, старушки, которые пережили блокаду, наверное. Боятся, что опять повторится. Но сейчас другое время. Ничего боятся. После проверки Дмитрий Азаров обратился к жителям в своем инстаграм-аккаунте с просьбой не поддаваться панике и не создавать искусственный ажиотаж. В регионе достаточный запас товаров всех категорий. Лариса Шалафаст, События. Городские власти усилили меры по противостоянию новой инфекции. Глава города Елена Лапушкина подписала соответствующее постановление. Согласно документу, в Самаре нельзя проводить спортивные, культурные и иные массовые мероприятия численностью более 50 человек. В городской администрации создан оперативный штаб, в который вошли руководители всех структур. До какой даты вводятся ограничения, пока неизвестно. Я хотела бы прежде всего обратиться к нашим жителям, все-таки более ответственно относиться к своему здоровью, к здоровью своих и близких, к тем людям, которые работают, либо живут рядом, и соблюдать элементарные меры предостережения, и соблюдать те рекомендации, которые нам даются. Самарские больницы и медперсонал готовы оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. В медицинских организациях развернуты более 250 боксов и полубоксов, условия содержания которых соответствуют необходимым требованиям. В медучреждениях регионы есть свыше 1300 аппаратов искусственной вентиляции легких. Это достаточное количество. Есть и аппарат высокотехнологичной помощи ЭКМО. Усилены бригады медиков, которые посещают больных на дому. Организовано патронирование пожилых людей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Они взяты на динамическое наблюдение, в том числе и для информирования о мерах профилактики ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции. В Самарской области на борьбу с вирусом выделены 55 миллионов рублей. Из них 35 миллионов из регионального бюджета и 20 миллионов из федерального. Деньги направят на закупку дополнительного медицинского оборудования. В Самарской области заработали еще три номера горячей линии по коронавирусу. Жители, вернувшиеся из стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой инфекцией, должны позвонить по этим номерам и сообщить о прибытии. Специалисты запишут контактные телефоны позвонившего и проконсультируют его. Номера телефонов вы видите на экране. Особое внимание в городе уделяют санитарной обработке общественного транспорта. Порядка 300 трамваев и 120 троллейбусов выходят на городские линии ежедневно. Во время месячника по благоустройству уборку в салонах проводят дважды в день. Глава города Елена Лапушкина проверила, как наводят чистоту и порядок. Вместе с ней на ревизию отправилась Мария Левина. Около 450 трамваев и троллейбусов выходят на городские линии ежедневно. Важно, чтобы в салонах было чисто и аккуратно, говорит Елена Абасова, которая сама ежедневно пользуется общественным транспортом. А в рабочее время наводят порядок в трамваях. Уборка проходит дважды в день. Здесь моют полы, окна, поручни и спинки сидений. Не пропускают ни одну поверхность, с которой контактирует пассажир. После влажной уборки вагоны обрабатывают дезинфицирующим средством. Раствор это специальный. На него определенно на территории Российской Федерации получен сертификат. И он специально предназначен для уничтожения всех микробов. Дополнительно со всей ситуацией, которая происходит в стране, я имею в виду вирусной, мы усилили меры. Проверить, как проходит уборка и дезинфекция, приехала глава города Елена Лапушкина. В данной ситуации, конечно, он должен не просто мыться, он должен действительно проходить процедуру дезинфекции. Я сегодня сама приехала убедиться, что у нас хватает запасов дезинфицирующих средств. То, что у нас это тщательно делается, безусловно, это важно, потому что люди, заходя в общественный транспорт, соприкасаются и с ручками, и с поручнями, и садятся. И хочется, чтобы они чувствовали себя максимально безопасно. На предприятиях проводится проветривание и дезинфекция помещений. В городской администрации создали оперативный штаб по новому коронавирусу, в который вошли руководители всех структур Самары. Работают телефоны горячей линии. Мария Левина, Николай Епифанов. События. На Самарском железнодорожном вокзале тоже принимают профилактические меры. Там установлен усиленный режим дезинфекции. Каждый час с помощью специальных средств обрабатываются поручни и прикассовые зоны. Все места, где скапливаются пассажиры. Как минимум четыре раза в сутки проводится генеральная уборка залов ожидания. Пассажиров регулярно информируют о профилактике заболеваний по громкой связи. Также персоналу вокзала регулярно выдаются маски и антисептические средства. Регулярно проводятся замеры температуры сотрудников и соответствующие инструктажи. У нас на вокзальном комплексе Самара в соответствии с разработанными мероприятиями проводятся профилактические меры по предупреждению возникновения заболеваний, вызванных коронавирусами. На данный момент действительно произведено усиление дезинфекции. Применяются хорсодержащие и другие дезинфицирующие вещества. Самарские школьники уйдут на каникулы вовремя. На этой неделе все областные школы перешли на дистанционный режим обучения. Это поможет не отстать от учебной программы. Как налажен режим дистанционного обучения в медико-техническом лицее, увидела Мария Левина. Тетрадь стоит писать, которую потом задавать. Так педагоги поясняют детям, как выполнять работы в новом режиме. Из-за карантина все школы области перешли на дистанционную форму обучения. При этом учебный процесс не пострадал. Любая какая-то нестандартная ситуация позволяет нам обучаться и, соответственно, осваивать новые технологии. И эта ситуация дистанционного обучения позволяет освоить эти новые технологии. В принципе, мы владели технологиями и скайпа, и общения по социальным сетям через мессенджеры. А учителя здесь, получив какие-то рекомендации от администрации лицея, соответственно, освоив эту технологию, совершенствуются в ней. И качество, я думаю, не пострадает. Итак, у нас с вами сегодня Конституция. У нас с вами сегодня первая глава. Людмила Пешкова в педагогике 30 лет. На ее практике уже было общение с учениками через интернет. Однако сейчас, когда технологией становится все совершеннее день ото дня, приходится все время учиться и ей. Но и с этим сложностей не возникает. Учитель разработала программу урока, записала видео с теорией и вопросами по ней. После просмотра ученики должны выполнить все задания. Далее совместное обсуждение в режиме онлайн-чата. У меня устный предмет, он требует разъяснения некоторых вещей. Сейчас мы здесь не работаем по праву на Конституции, работаем на документе. И поэтому, например, мы взяли первую главу Конституции, я ее по главам конкретно, по статьям им прокомментировала и составила задание. Мы совершенствуемся, это такой уровень, шаг вперед. Дистанционная форма не уступает поддисциплине очному обучению. Контролируется и посещение, и успеваемость. Отставания от учебной программы нет, поэтому и на весенние каникулы самарские школьники уйдут вовремя. Учебный процесс у нас не прерывается. Учебный план будет выполнен полностью в 100% объеме. У нас также сохраняется и форма и тестирования, изучения нового материала, защита проектов. Учебный процесс не прерывается, он только перейден на другую форму учения. Всего в Самаре 145 тысяч школьников городской департамент образования мониторит учебные процессы во всех школах и лицеях. Дистанционно проходят занятия в кружках и секциях, где это возможно. Учреждения дополнительного образования тоже осваивают обучение онлайн. Мария Левина, Николай Епифанов, События. Театр Самарской площади объявил о переносе спектаклей из-за карантина. Это постановки, которые значатся в афише до 11 апреля. Все они будут показаны в мае и в июне. Купленные билеты будут действительны. Если зрители не смогут попасть в театр в эти месяцы, они смогут воспользоваться билетами до конца года в другое время. Предусмотрен и возврат денег. Если билет был куплен в онлайн-кассе, его можно будет сдать таким же способом. Сейчас решается вопрос, как вернуть средства тем, кто купил билеты в кассе театра за наличные. Деньги в театре хранить не принято, вся сумма инкассируется. Сейчас у нас в отмене 21 спектакль на сегодняшний день. Мы уже подготовили расписание переноса спектаклей. То есть все отмененные спектакли переносятся на май-июнь. Подробно с этим расписанием можно ознакомиться на сайте нашего театра, узнать по телефону. Наверное, удобнее на сайте и во всех аккаунтах в соцсетях. Это и в Твиттере, и в ВКонтакте, и в Фейсбуке. Я могу, как директор театра, гарантировать каждому зрителю, что мы либо 100% вернем стоимость билетов, либо мы обменяем билет на другой спектакль по выбору зрителей. Самарцы активно голосуют за присвоение статуса «Город трудовой доблести». Ветеранские, молодежные и другие общественные организации города обратились к главе Самары Елены Лапушкиной с просьбой поддержать инициативу. Подробности в нашем сюжете. Самарцы активно голосуют за присвоение Самаре статуса «Город трудовой доблести». Уже превышен рубеж в 116 тысяч подписей. При этом работа продолжается. Планируют собрать более 300. Общественные организации Самарской области, лидеры общественного мнения и рядовые жители надеются, что Самара уже 1 мая в числе первых получит почетный статус. Город Самара, такие вот муниципальные районы, Исаклинский, Кошкинский, Краскармейский, Шинкалинский. Настолько добросовестно и прекрасно отнеслись вот к этому мероприятию, это очень и очень здорово. Тесно взаимодействовали на местах подбора всех подписей. По-другому просто поступить нельзя. Помимо Самары на статус «Город трудовой доблести» претендует 30 городов. Среди них Нижний Новгород, Пермь, Саранск, Казань и другие. Идею присвоить городам новое звание озвучил президент России Владимир Путин в середине декабря. Теперь каждый претендент на звание должен доказать, что его жители внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне и обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях. Основанием для присвоения могут стать награды для заводов, вручения переходящих красных знамен от Госкомитета обороны СССР, награды работников за трудовые подвиги или подтвержденные факты героизма жителей города. В годы Великой Отечественной Самара носила статус Куйбышев «Запасная столица». Глава Самары Елена Лапушкина поддержала инициативу жителей. Я благодарю за ту инициативу, которую вы выдвинули. Мы все с вами живем, работаем в этом городе. Мы знаем его историю. Я совершенно точно убеждена, что наш город достойен одним из первых получить это высокое звание. Это не только дать памяти нашим с вами ветеранам. Это, конечно, и огромный такой воспитательный момент для подрастающего поколения. Надо сохранять это, надо об этом постоянно говорить. И если, а я убеждена, что оно будет нам присвоено, это высокое звание, это будет еще одна века в нашей истории. Благодарю вас за эту инициативу. Глава Самары Елена Лапушкина в ближайшее время обратится к правительству Самарской области и в Самарскую губернскую думу с предложением поддержать инициативу и в последующем передать предложение жителей президенту Владимиру Путину. Елена Малютина, Николай Сидоров. События. Больше 6 миллиардов рублей получила казна Самары. Это безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов и добровольные пожертвования. Куда направить эти средства решали депутаты городской думы на заседании, которое прошло без прессы. В зале было 50 человек. Это сейчас максимальное количество людей, которые могут собираться вместе. Поэтому в зал пустили только операторы нашей телекомпании. Журналисты наблюдали за работой депутатов по телевизору в фойе. Какие решения приняли депутаты, расскажет Андрей Горгуленко. 6 миллиардов 102 миллиона рублей. Такую помощь получил самарский бюджет. Основная часть этих денег будет направлена на выплаты работникам сферы образования. А именно вознаграждение за классное руководство в школе, ежемесячные выплаты молодым педагогам и воспитателям детских садов. Также деньги запланированы на переселение людей из аварийного жилья, повышение зарплаты отдельным категориям работникам сферы культуры и дополнительного образования. Кроме того, на строительство детских садов и подготовку летнего детского отдыха. Это, конечно, и радует, и обнадеживает. Но и в то же время надо понимать, что сегодня перед органами местного управления стоят и более амбициозные задачи, которые определены главой государства Владимиром Путиным, которые определены в послании губернатора Дмитрия Азарова. И на их реализацию нужны более серьезные ресурсы. Депутаты Думы распределили и оставшиеся с 2019 года средства. Это почти полмиллиарда рублей. Их потратят на первоочередные социально значимые направления, которые ранее были определены депутатским корпусом совместно с городской администрацией. Среди них я отмечу капитальный ремонт учреждений физической культуры и спорта, текущий капитальный ремонт учреждений образования, а также выполнение проектных работ и перепрофилирование действующих групп в ясельные, приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В итоге доходы самарского бюджета составляют 28 миллиардов 259 миллионов рублей. Но это не окончательные цифры. К концу года казна еще неоднократно пополнится. Андрей Григуленко, Василий Калдашов. События. Сегодня в 10 утра самарцы услышали оповещение о чрезвычайном происшествии. Тренировочное включение сирена стало главным этапом проверки региональной системы централизованного оповещения. Олег Зверев узнавал детали. Проводится комплексная проверка регионально-автоматизированной системы централизованного оповещения Самарской области. Это плановая ежегодная проверка. Для службы спасения тренировочное включение сирены – стратегически важное мероприятие. На случай чрезвычайной ситуации или военной угрозы – это самый эффективный способ оповестить граждан. Ровно в 10 утра сирена сработала во всех городах и районах Самарской области. Одновременно сработали более 500 динамиков. Это тренировочное включение. Но на случай реальной угрозы МЧС предупреждает, что бежать и поднимать панику не надо. Достаточно включить любое средство связи – телевизор, радиоприемник или смартфон, где на любом информационном канале будет дана подробная инструкция, что произошло и что делать дальше. Звучание сирены было слышно по всей Самаре и по области. Сигнал «Внимание всем!» Правильный ответ – со стороны граждан просто настроиться на информационную волну. По итогам проверки региональная автоматизированная система централизованного оповещения показала свою работоспособность. Что касается конкретных результатов данной проверки, то в течение месяца они будут обобщены с всех муниципальных образований и представлены губернатором Самарской области на утверждение. Проверочный сигнал звучал около трех минут, после чего начался завершающий этап тренировки. Олег Зверев, Николай Сидоров, События. Украшать Самару цветами начнут после 20 апреля. В теплицах муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» агрономы подготовили более миллиона саженцев. Все они украсят город во время месячника по благоустройству. Какие новинки появятся на улицах города, расскажет Лариса Шлафаст. Бегонии, петунии, тагетисы, герань и еще больше 40 видов растений. В теплице муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» все готово к предстоящему украшению города. Этим летом на улицах, в парках и скверах появятся новые сорта. Например, петунии теперь будут представлены в яркой цветовой гамме с более крупными цветками. Обновят уже полюбившиеся горожанам каскадные тапиарные фигуры с живыми растениями. Особое внимание уделят украшению города в преддверии празднования 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В городе установят 15 новых ландшафтных скульптур. Они будут символизировать эту памятную дату и будут установлены непосредственно к 9 мая. Это будут и георгиевские ленты, это будут сферы с нанесенными датами и соответствующей символикой. И они будут установлены на городских улицах. То есть это улица Победа, Ленинградская и улица Матогвардейская. Сейчас в теплице подготовительные работы в разгаре. Аномально теплая зима на растениях никак не сказалось, рассказывают специалисты. Все семена заготовили еще осенью и цветов точно хватит. В плане на этот год высадить больше миллиона растений. Этот год немножко у нас такой, что без солнца мы были. Вот солнечные дни в марте появились. Но мы начинаем посеивать с декабря месяца и ведем в сроки агротехнические с промежутками. Высадят также березы, липы, каштаны, ели и сосны. Горожане уже ждут, когда Самара оденется в цветочное убранство и сами готовы поучаствовать в наведении чистоты в период месячника по благоустройству. У меня перед домом всегда растут цветы, которые сажаю я. И сейчас даже рассада на подоконнике растет. Ну, в принципе, в том году город был хорошо украшен. Но, надеемся, в этом году так же будет. Украшать городские улицы, парки и скверы начнут после 20 апреля. Первыми жителей города порадуют тюльпаны. Планируется, что к 9 мая высадят уже порядка 5000 квадратных метров цветов. Также в теплицах есть запас растений, чтобы украсить территории, которые были комплексно благоустроены в прошлом году по национальному проекту «Жилье и городская среда». Специалисты подчеркивают, за всеми растениями и после высадки будут тщательно ухаживать, чтобы цветы радовали самарцев как можно дольше. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. С сегодняшнего дня на карантин закрыли самарский зоопарк. Но наша съемочная группа успела там побывать до закрытия и снять сюжет о новых удивительных обитателях. Это ушастые фазаны. Название этих курообразных происходит от древневосточного города Фазис. По легенде, именно оттуда аргонавты завезли птиц в Грецию. Позже ареал их обитания стал шире. Сегодня это в основном азиатские страны. Теперь несколько разновидностей этих птиц поселилось в самарском зоопарке. Ушастые фазаны стали юбилейным десятым видом в коллекции. С новыми жителями познакомилась Мария Левина. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. По этой фразе ни одно поколение людей учили цвета радуги. Это не случайно. Фазан – это яркая и колоритная птица. Каждый вид – это что-то прекрасное. В коллекции самарского зоопарка их уже 10. Птицы, естественная среда обитания которых Китай, Вьетнам и Англия, уже привыкли к вольерам самарского зоопарка и чувствуют себя комфортно. Новым жителям молодой паре ушастых фазанов только предстоит здесь обжиться. Своим забавным названием птицы обязаны перьям. Хохолки у них и на голове напоминают уши. Такой вид появился эволюционно. Яркий окрас нужен для привлечения самок. Чем они интересны? Тем, что зимуют они в больших группах фазанов. Это, скорее всего, связано с тем, что легко от хищника защититься, легче ситуацию под контролем держать. Но когда наступает время отклада яиц, то есть брачный период начинается, они разбиваются на пары, что достаточно редко у корообразных. Они в основном семьями живут. Китуха несколько курочек. Эти в основном на пары разбираются и выводят птенцов. Живут такие особи в скалистой местности в Монголии. Но к климату неприхотливы. Благодаря пуху могут выдержать холод. Питаются насекомыми, семенами растений и ягодами. В среднем продолжительность жизни этого вида 15 лет. Птицы занесены в Красную книгу. Это десятый вид фазанов, который у нас есть. Все они у нас выставлены в помещение к галереи. И сюда можно будет прийти и полюбоваться разнообразием курообразных птиц. Имена новым жителям зоопарка пока не дали. Сначала хотят изучить их характер. Впрочем, и так известно, что птицы довольно агрессивны. Поэтому работники зоопарка закрепили на клювах фазанов так называемые очки. Они ограничивают обзор. Птицы не видят других обитателей и не вяжутся с ними в драку. За ними будут наблюдать. И позже, когда птицы привыкнут к новому месту, очки снимут. Мария Левина, Николай Епифанов. События. Раритетный шум винила. В Самаре открылась выставка, на которой представили пластинки разных годов изданий. На ней побывал наш корреспондент. На этой пластинке, выпущенной более 70 лет назад, записана партия из оперы «Аида». Точный срок издания неизвестен. Сама запись сделана в 20-е годы прошлого века. А такая технология изготовления пластинок появилась в 50-х. Так когда же точно увидел свет пластиковый диск? Эту загадку сейчас решают сотрудники областной библиотеки. А раритетную пластинку представили на выставке винил. Самое главное, что несмотря на то, что даже если выяснится, что эти пластинки издания, что они 50-х или 60-х годов, они в прекрасном рабочем состоянии, их можно проигрывать или прослушать. И погрузиться именно в представление того времени. В экспозиции пластинки из фонда библиотеки, в котором хранится более 6 тысяч таких записей. На выставке представлена лишь малая часть. Здесь размещены пластинки с 50-х до 90-х годов. На них эстрадные песни, выступления генсека Советского Союза Леонида Брежнева, записи Ивановского академического хора текстильщиков, а также неизменная классика рока, Queen, Beatles, кино. Такая вот кладезь вдруг стала доступна всем. И разные слои населения реагируют. Например, совсем недавно пришла дама, которая сказала, о, теперь я знаю, куда я подарю свою пластинку. Экспозиции будут регулярно обновляться. Выставка продлится до 31 декабря. Олег Зверев, Семен Безгинов, Григорий Плешаков. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самары Гиз» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин